Насколько мне известно, как минимум дважды Хамитов жаловался лично Путину на действия Радия Хабирова в отношении него как президента Республики Башкортостан. Обвинял Хамитов Радия Фаритовича исключительно в раскачивании лодки и дестабилизации ситуации. Теперь, наверное, мы можем с большей долей вероятности судить о том, какой сценарий решения вот этой проблемы конфликта двух ключевых фигур Республики был реализован Кремлем. Ни для кого не секрет, что хамитовская команда всеми силами сейчас пытается проникнуть в новую администрацию, нового губернатора. Все то, что мы сегодня говорим и обсуждаем, это всего лишь предположение, мысли, рассуждение о том, что будет, а то, что мы увидим впоследствии, на самом деле и будет ответом на все наши вопросы. Обычно, готовясь к еженедельному выпуску, мы всю неделю собираем события, происходящие в Республике, ранжируем их по важности, расставляем, потом записываем к ним комментарии. Но событие минувшего четверга перечеркнуло все наши планы, как, наверное, и планы многих в этой республике. Приход на должность главы Республики Радия Хабирова и побег, фактически, Рустема Хамитова с этой должности отменили все события по важности и сделали центральным событием, естественно, смену власти в регионе. Именно об этом мы сегодня и будем говорить, а все остальные темы отложим на потом. Антураж, в котором произошла смена власти в Республике Башкортостан, конечно, ошеломил многих, меня в том числе. Практически под покровом ночи, спасибо, что не в женском платье Рустем Хамитов, покинул свой пост в выходной день, под покровом темноты. Немедленно был назначен временно исполняющий обязанности ради Хабиров, хотя даже когда об этом сообщили, многие не верили в это все. И чтобы осознать до конца всю вот эту историю, нужно, конечно, немножко углубиться в прошлое. В 2011-2014 годах я работал в администрации тогда еще президента Республики Башкортостан Рустема Хамитова и лично наблюдал то, что происходило между Радим Хабировым и Рустемом Хамитовым. Несмотря на то, что Радий Фаритович практически не посещал тогда, по крайней мере, официально республику, связь между этими людьми очевидная была. Насколько мне известно, как минимум дважды Хамитов жаловался лично Путину на действия ради Хабирова в отношении него как президента Республики Башкортостан, обвинял Хамитов Радия Фаритовича исключительно в раскачивании лодки и дестабилизации ситуации. Один раз эта жалоба даже возымела свое действие, и, насколько мне известно, Володин попросил Радия Фаритовича сбавить обороты. В личных беседах со мной, например, Хамитов называл Радия Хабирова не иначе, как «этот самый мелкий клерк из администрации», ну и так далее. Говорить о том, что между ними существовал какой-то паритет, либо безразличие, либо они там не конфликтовали, конечно, нельзя. Конечно же, Радий Хабиров всегда претендовал на должность главы Республики Башкортостан, однако 10 лет его не было в Республике фактически. Правда, в последние годы он стал появляться. Впервые он приехал несколько лет назад и даже встретился с Хамитовым. Потом был приезд, или это был тот же самый приезд, я могу путать, когда Радий Хабиров восстановил свои отношения с Муртазой Рахимовым. Это был, по-моему, год 80-летия Муртазы Габайдуловича. Все очень удивились тогда этому, потому что, как мы помним, уезжал Радий Хабиров из Уфы при очень трагических обстоятельствах. Тут было и возбуждение уголовного дела, и вот это позорное судилище в «Единой России», кадры которого вчера опубликовал заново господин Зайнулин. И мы на этих кадрах видим очень многих ныне действующих фигур политического пространства Республики Башкортостан, отчаянно обличающих Радия Хабирова как какого-то трутня, в общем, очень вредного для Республики человека. Так вот, подытоживая эту ситуацию, говорить о том, что Радий Хабиров появился в Республике в состоянии благостного отношения с Рустамом Мухаммитовым, конечно, нельзя. Многие сейчас рассуждают о том, будут ли здесь чистки, зачистки и прочие процессы, связанные с кадрами и связанные с тем, что команда Радия будет менять команду Хамитова. На это я бы сказал, конечно, что да, конечно, эти чистки необходимы, не потому что, скажем, Радий кого-то сильно ненавидит или кому-то хочет отомстить, а скорее потому, что команда Хамитова в основном состоит из людей недееспособных, если не сказать хуже. И если Радий Фаритович собирается выстроить здесь конструктивную работу, эффективную деятельность и продуктивную карьеру, он просто вынужден будет заменить подавляющее большинство людей, находящихся сейчас на административных должностях как в администрации главы региона, так и на ее периферии, я имею в виду глав районов и городов республики, потому, конечно, опасения нынешней хамитовской элиты абсолютно не беспочвены. В связи с событиями 11 октября совершенно в ином свете представляется ситуация с Ириком Елаловым, и, безусловно, ее придется переосмыслить. На мой взгляд, все-таки осуществился сценарий Кремля по устранению обоих сторон конфликта. Я имею в виду конфликт между Хамитовым и Елаловым. Фактически убрали обоих в разные стороны. Рустам Хамитов, судя по всему, отправляется в небытие политическое и экономическое, в том смысле, что вряд ли ему будет предложена какая-то существенная должность в конструкции российской власти. А Ирик Елалов получил место сенатора от республики Башкортостан, что как минимум дает ему возможность в ближайшие пять лет принимать какие-то решения и быть относительно существенной фигурой на политическом небосклоне Башкортостана. Хотя в рамках Совета Федерации достаточно сложно сделать ощутимой фигурой, но тут, как говорится, все зависит от него, от самого. Но повторюсь, что теперь, наверное, мы можем с большей долей вероятности судить о том, какой сценарий решения вот этой проблемы конфликта двух ключевых фигур в республике был реализован Кремлем. Кроме того, в контексте прихода Хабирова к власти в республике это еще и дает возможность Хабирову фактически самому назначить мэра Уфы, того мэра, который его устраивает и который будет реализовывать его планы и интересы. Тут надо отметить такой момент, что вот сегодня у нас 14 октября и завтра последний день подачи заявок в мэрию на участие в конкурсе на место мэра Уфы. Тут есть два варианта, либо действительно завтра спешным образом кто-то из людей, определенных Хабировым, пойдет и отнесет документы в мэрию, либо Горсовет все-таки продлит время этого конкурса еще на неделю, что, в принципе, технически возможно. Ну, наверное, достаточно какого-нибудь внеочередного заседания Горсовета для того, чтобы принять подобное решение. Об этом мы узнаем прямо завтра и, ну, фактически мы, наверное, узнаем имя нового мэра Уфы, которого будет туда делегировать уже ради Хабиров, а не Рустем Хамитов. На самом деле самое важное, о чем нужно говорить в контексте вот этих событий 11 октября, это то, чего мы ждем от ради Хабирова, чего мы боимся и чего нужно будет опасаться самому ради Хабирову. Потому что сама по себе смена власти в республике – это не столь важный момент, сколько то, что предыдущая власть настолько уже не устраивала ни элиты, ни население республики, что вот эти ожидания, они очень велики. Но прежде чем перейти к этому важному аспекту, нужно классифицировать и разобраться в том, кто ждет и ждал прихода Хабирова, кто ему радуется, а кто не очень, и кто, в общем-то, не ожидал его прихода к власти в регионе. Меня очень позабавило то, как среагировала сеть на приход Радио Фаритовича. С удивлением я обнаружил порядка 5000 одногруппников Радио Фаритовича по институту. Еще несколько тысяч человек ходило с ним в детский сад. И абсолютно несметное количество людей обучалось у него, либо обучали его чему-то. В общем-то, наверное, обитатели сетевого пространства практически все оказались близко знакомыми, либо друзьями Радио Хабирова. Это очень смешно. Я надеюсь, что Радио Фаритович набрался уже опыта и способности разделить вот эти фальшивые комплименты и не пойти на поводу вот этих вот посылов. Ну ладно, это все мелочи. Конечно же, восприяли духом те люди, которые были гонимы по признаку хабировских, так называемых, которые остались все еще в республике. В принципе, какая-то часть людей Радио приехала из Красногорска, возвращается в Уфу. Я не знаю, кто из них точно возвращается. Непонятно, приедет ли в Уфу обратно Мурзагулов, который уже отрекся от государственной службы и радостно нам сообщил, что он теперь народный избранник Красногорского Совета народных депутатов. Но в Уфе уже замечен господин Баширов, в Уфе также побывал уехавший в Красногорск господин Ахмадимуров, ну и еще несколько человек, которые, собственно, составляли команду Радио Хабирова в Красногорске. Теперь мы должны понять, чего мы ждем от Радио Фаритовича и чего мы боимся. Конечно же, по прошествии 10 лет в Уфу вернулся не тот Хабиров, который уезжал отсюда. И все связанные с тогдашним Хабировым вот эти демонические истории о фальсификациях выборов, поджогах типографии, всевозможных вот этих вот забавах того времени, они, конечно, наверняка канули в лету. Радио Хабиров прошел суровую школу работы в администрации президента Российской Федерации. Конечно же, он не тот Радио Хабиров, которого мы проводили из Уфы в 2009 году, или 2008, наверное. Соответственно, ожидать, что вернулся тот же самый человек, было бы наивно. Кроме всего прочего, сбылись предположения о том, что в Красногорск Радио Хабиров был отправлен для того, чтобы набраться именно административного опыта, потому что до момента, когда он был туда направлен, до 2016 года фактически он не имел никакого административно-хозяйственного опыта, а для человека, претендующего на пост губернатора региона, этот опыт, на мой взгляд, необходим. Трудно оценивать успехи Радио Хабирова в Красногорске, потому что два года, которые он провел на месте, на посту руководителя этого района, ну, наверное, не дают точной картины о его способностях в области администрирования территорий, но, тем не менее, в целом, визуально картинка там благостная. Насколько мне известно, он достаточно успешно справился с одной из проблем. Это объект далевого строительства, который находился в кризисной ситуации там, в Красногорске. В связи с этим я полагаю, что при должной поддержке и, правильном, условно говоря, информировании, у Радио Фаридовича хорошая перспектива разрулить, насколько это возможно, ситуацию с далевым строительством в Уфе. Так вот, ожиданий, конечно, много, но вернемся к тем, кто не ждал Радио в республике на посту руководителя. А именно, речь, конечно, пойдет о костяке административного управления в числе тех, кто трудится в администрации главы региона. Трудно, конечно, сейчас предсказать судьбу этих людей, однако я полагаю, что было бы целесообразно полностью разогнать управление внутренней политики, потому что оно окончательно дискредитировало себя, даже невзирая на приход Радио Хабирова. Останься здесь, Рустам Хамитов, он тоже должен был бы, наверное, это сделать, потому что господин Азаматов и всякие прочие Димы Черенковы окончательно разложили, развалили эту работу в республике, и абсолютно понятно, что они не в состоянии эту работу наладить. И если сейчас начнут говорить о том, что эта же команда сможет вести эффективную работу, стоило бы задать им простой и понятный вопрос, почему же вы этого не делали раньше. Безусловно, тучи сгустились и над ключевыми вице-премьерами правительства. Я говорю о господине Сагитове, который, на мой взгляд, первый претендент на вылет. Конечно же, господин Тажединов, который сыграл очень заметную роль в дискредитации самого Радио Хабирова в момент конфликта между Хабировым и Рахимовым. Я думаю, что такие вещи не прощаются. Да и сам по себе Тажединов достаточно токсичен для нового, условно говоря, руководителя республики. Вообще, конечно, кандидатов на вылет в правительстве более чем достаточно. Если говорить о министрах, то весь блок культуры, образования и социальной защиты, кстати, тоже на самом деле находится под угрозой этого разгона. Это было бы правильно и целесообразно, потому что люди, находящиеся на этих постах, деятельно доказали свою неспособность делать что-то полезное и эффективное в рамках своих министерств. Так что же оставил в наследство Радио Хабирову Рустам Хамитов, и как с этими проблемами Хабиров будет справляться в ближайшее время? Чтобы понять модес операнди Радио Фаритовича на ближайший год, надо не забывать о том, что он все-таки в Рио, временно исполняющий обязанности. И в сентябре 2019 года должны пройти выборы. Я не сомневаюсь, что Радио Хабиров пришел на эту должность не для того, чтобы быть в Рио, а для того, чтобы стать главой республики Башкортостан. И потому к этим выборам Радио Фаритович должен определенным образом позиционироваться и разъяснить населению, кто он и что, и зачем. Потому не обойтись без ответов на очень сложные вопросы, которые ему оставил Рустам Хамитов. Речь идет о кризисе в системе здравоохранения республики Башкортостан. Речь идет о совершенно катастрофической коррупции, как в административных органах власти, так и в муниципальных образованиях. Радио Фаритовичу придется всерьез заняться реконструкцией мэрии Уфы. Не только потому, что из мэрии ушел Елалов, но и потому, что сама конструкция власти в главном городе Башкортостана пришла в абсолютный упадок. И, конечно же, Радио Фаритовичу придется ответить на вопросы, касающиеся разработки Шихан, касающиеся развития и сохранения национальных языков республики Башкортостан. Вот два последних вопроса, конечно, максимально сложные. Я полагаю, что до осени 2019 года движений в вопросе Шихан вообще не будет никаких. Я думаю, что Радио Фаритович найдет аргументы и способы убедить башкирскую содовую компанию сбавить обороты и прекратить на некоторое время вообще обсуждение этого вопроса в публичном пространстве. Я, честно скажу, не знаю, каково окончательное решение этого вопроса будет потом, но на данный момент тактически было бы правильно тему эту свернуть и до сентября 2019 года ее больше не обсуждать. Для этого, как минимум, нужно унять госпожу Бортову, успокоить ее и направить ее кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Ну да ладно. То, что касается башкирского языка и вообще национальных языков республики Башкортостан, тут вопрос действительно тоже непростой, потому что существует весьма противоречивая позиция федерального центра, и здесь Радио Фаритовичу придется приложить немало усилий, чтобы одновременно утоляя потребность башкирских элит в ответах на эти вопросы не вступить в конфликт с концепцией федерального центра. Но я думаю, что это как раз ему удастся проще, чем решение вопроса Шихан, ну, в общем, будем посмотреть. Короче говоря, конечно, наследие, оставленное Хамитовым Радио Хабирову, сложное, трудное, и без создания хорошей, качественной, эффективной команды Радио Фаритовичу, конечно, не обойтись. Я абсолютно уверен, что те кадры, которые он привез с собой из Красногорска, это проверенные люди, но их абсолютно недостаточно хотя бы по числу. И вот сложности с кадровым набором сейчас, который будет происходить, конечно, будут колоссальные, потому что ошибки, чреватые, во-первых, разбавлением, проникновением чуждых элементов, условно говоря, в эту конструкцию, ни для кого не секрет, что Хамитовская команда всеми силами сейчас пытается проникнуть в новую администрацию нового губернатора. Лизоблюдство и лесть, которые льются из всех аккаунтов вчерашних верных служащих Рустема Хамитова, конечно, превосходят все мыслимые пределы. Все эти Азаматова-Черенковы готовы разбиться в лепешку, лишь бы понравиться новому губернатору. Ну, я надеюсь, что новому радио, радио Фаритовичу Хабирову, который 10 лет оттачивал свои навыки и способности на периферии вдалеке от республики, хватит мудрости и прозорливости распознать этих оборотней, ну и, в общем-то, не допустить их к руководству республикой впредь. Ко всеобщему удивлению, одним из первых действий радио Хабирова на посту руководителя республики Башкортостан стала встреча с Муртазой Рахимовым. Причем встреча была официальная, в кабинете, под гербами, все как надо. Муртаза Губайдулыч, конечно, был растроган, прокомментировал очень лестно эту встречу. Впрочем, не забыв упомянуть, например, нежелательные элементы в конструкции новой власти, в частности, Муртаза Губайдулыч очень жестко прошелся по Ростиславу Мурзагулову. Ну да ладно, это старые счеты. Честно говоря, многие вздрогнули от этого факта от встречами ввиду Муртазы Рахимова и Радия Хабирова. Кому-то показалось, что в Башкирию возвращаются рахимовские времена, кто-то вообще не понял, как такое может быть и так далее. Но тут хотелось бы напомнить древнюю греческую подаворку, которая давно считается русской народной. Как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба. Так вот, я не думаю, что Радий Фаридович забыл то, что происходило с ним в Башкирии в момент его изгнания отсюда. Однако я полагаю, что у него хватает и ума, и такта, и фактически такой политической хитрости, чтобы найти общий язык с первым президентом республики Башкортостан. И по сути он, я имею в виду, Радий Хабиров, фактически исправляет те грубые ошибки, которые совершил Рустам Хамитов, придя к власти в республике. Я имею в виду то, что Хамитов в самые краткие сроки сумел испортить отношения не только с самим Муртазой Рахимовым, но и вообще со всей предыдущей элитой республики, тем самым навлек на себя все беды и неприятности, которые впоследствии и завершились его позорным уходом с должности. Радий Хабиров оказался мудрее Хамитова, и он продемонстрировал нам, что он готов сотрудничать с любыми силами в республике Башкортостан, даже с теми, кто фактически являлся его гонителем в свое время. И я очень надеюсь, что подобная способность нового руководителя республики принесет большее благо в части руководства регионом, чем вот эта вот абсолютно безоглядная и бессмысленная жесткая позиция Хамитова, которая фактически принесла ему только вред, да и нам с вами тоже. Надеюсь, что Радий Хабиров окажется более мудрым руководителем республики как минимум, а там уже посмотрим. И вообще все то, что мы сегодня говорим и обсуждаем, это всего лишь предположения, мысли, рассуждения о том, что будет, а то, что мы увидим впоследствии, на самом деле и будет ответом на все наши вопросы и те загадки, которые нам сулит вот это вот феноменальное событие 11 октября 2018 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова